Соревнования пожарных, посвящение щенков в спасатели и выставка старинной спецтехники. В Киеве на Крещатике отмечают День спасателя. Подробности в материале Юлии Крючковой. Сила, ловкость и профессионализм. То, что должны показать спасатели в ходе Firefighters Combat Challenge. Эти соревнования пришли в Украину и США и проводятся здесь уже три года. В этот раз, кроме украинцев, участвуют представители Польши, Литвы и Беларуси. Здесь мы забегаем на учебную четырехэтажную башню с весом 19 килограммов. Потом поднимаем рука весом тоже 19 килограммов на веревке. Потом выбегаем из башни. Для эвакуации пострадавших по лестнице обязательно нужно наступать на каждую ступеньку. Потом мы работаем молотом на станке. Дальше мы обегаем фишки и подаем рукав с водой для ликвидации пожара. Спасатели в защитном снаряжении весом около 20 килограммов должны уложиться в 6 минут. Но большинство преодолевает дистанцию в 3-4 раза быстрее. Прошел я за минуту 31. Сложности ускорятся. Нужно тут ускорение. Потому что веса, в принципе, тяжелые, но нужно это все быстро выполнить. И правильно, чтобы не получить штрафы. Участвуют в соревнованиях и девушки. В личном первенстве лучшей стала представительница Беларуси. Занимаюсь третий год. В прошлом году здесь были. В этом приезжала ваша команда к нам в Минск неделю назад. И сейчас мы приехали поучаствовать, набраться опыта. Нужна тренировка. У нас есть тренер, который привел спорт, который постоянно этим занимается. Который не дает даже мне в мужской команде где-то спуска. На тренировках, может быть, где-то обижаешь. Но когда приезжаешь на тренировку, понимаешь, что было сделано все правильно. Похожую трассу построили и для детей. Самые маленькие могут в форме спасателей проползти через препятствия, выбить рельсу кувалдой и попасть водой в цель из миниатюрной копии пожарного рукава. Всеобщий восторг вызвало посвящение щенков спасателе. Они уже проходят обучение, а в полтора года сдадут экзамены и заступят на службу. Одним из самых перспективных считают этого малыша-овчарки. Зовут его Гоша. Зовут его Гоша. В будущем он будет искать взрывчатку. Он учится на базе Межрегионального центра быстрого реагирования. Ему сейчас 4 месяца. Обучать его начали месяц назад с элементарных команд. Кроме того, на Кричатик привезли пожарные машины и спецтехнику разных лет. Юлия Кричкова, Александр Бугай, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова